всем доброго дня доброго вечера и тебе братела сегодня мы расскажем вам много интересной полезной информации и это полезная информация была составлена по многочисленным вопросам и в том числе тем вопросам которые постоянно приходится озвучивать даже за последние 2-3 дня на эту тему мне раз 7 или 8 пришлось говорить и в переписках и встречаться с людьми вопросы будут на актуальную тему по поводу термобелья кажется уже все все что можно сказать все что можно преподнести по поводу этого продукта текстильного все уже есть все все существует все грамотные люди все абсолютно ну специалисты высокого качества высокого уровня но все равно вопрос сыпется 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 сразу могу сказать разговор будет долгий продуктивный я постараюсь в этом обзоре первое представлю вам термобелье ну чтобы время не терять торговой марки вирвольф это не она это костюм костюм кстати тоже называется вирвольф что братан встретил меня тут на входе вот и сегодня расскажу вам о термобелье торговой марки вирвольф ну и попутно отвечу на все те вопросы которые я для себя проранжировал очень важны все от все рассуждения все выводы все будут в очень простой доступной форме понятным языком без всяких этих вот формул химии физики и тому подобное все будет на простом уровне что самое важное о чем мы с вами сегодня поговорим мы с вами поговорим тезисно на некоторые вопросы в частности для чего термобелье как правильно выбрать термобелье как правильно отличить подделку от термобелья в термобелье почему кругом куда мы не зайдем спортивные магазины в магазины которые занимаются активными там актив товарами для активного отдыха там побываем на выставке вот я был на выставках в российской федерации там везде все утыкано вот красочными упаковками цветными там фотографиями везде надпись термобелье 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 и народ видит что в упаковку то вложены деньги они идут и покупают и только вот как недавно как вчера вечером я тоже разговаривал с человеком который не может понять почему он купил термобелье и ему почему-то холодно отсюда как правильно носить термобелье под какие условия его подобрать как за ним ухаживать и почему бывает вообще никакого эффекта когда мы надеваем на себя термобелье вот все вот эти вот моменты чтобы вам было понятно просто когда вы заходите в магазин кому-то или заказываете у кого-то товар под названием термобелье после этого обзора я надеюсь у вас не будет никаких иллюзий фантазии на эту тему чтобы совершить ошибку при выборе термобелья ну и извините уже за такую скрытую рекламу как награда за наш труд весь вообще товар помимо термобеля который мы работаем и представлены у нас в интернет-магазине мы уже проделали эту работу за вас мы все протестировали продолжаем тестировать изучать и все остальное на этом пути у нас идет четко размеренно и грамотно поэтому любой товар который вы у нас приобретаете это не просто какой-то коммерческий продукт купил продал это результат нашего маленького знака качества которые мы вкладываем в результат тестирования поэтому все то что у нас представлена фактически все то она уже прошло свою апробацию и вам не надо ломать голову ожидать ли от вас этого эффекта от этого товара соответствует ли все то что написано на этикетки производителям реальности и так далее так далее ну что будем потихонечку начинать потому чтобы говорить то я люблю это с него вот с вашего позволения я усяду за стол периодически буду вставать и начну рассказ начну рассказ про термобелье торговой марки вервольф но и попутно естественно всем том что уже было озвучено постараюсь вам донести информацию термики вервольф овске вот могу сказать мы их уже тестировали в полевых условиях зимних ни один раз да давайте по порядку сейчас я усядусь назначение и так далее еще один маленький момент кто-то может зайти в эту дверь набрать на мобильные телефоны там и еще что-то идет рабочий процесс я тогда прервусь всем заранее поклон за понимание надо совмещать и так я усядусь и начну вам все детально подробно рассказывать и показывать с вашего позволения уселся за стол вот потому что сегодня будет много интересной теории полезной теории обязательном порядке я вам покажу в увеличенном виде объясню все остальное по ткани по термобелью напоминаю в приоритете сегодня в нашем обзоре это термобелье второго слоя компании вервольф торговой марки но обязательно предвидя ваши вопросы зная скажем так нашу специфику фундаментально это хиликон текст подсознательно просто понимаю что смотря этот обзор вы зададите вопрос а в чем разница объясню и покажу в чем разница существует ли она в принципе вообще и так далее так далее в любом случае информация будет только объективно и только достоверно которая будет не но полезно вам из-за которой мне не будет стыдно не стыдно будет почему потому что в этой информации нет никакой скрытой рекламы нет никакого скажем так такого давления на то чтобы у вас пошло слюноотделение приобрести тот или иной товар только полезная информация для вас и так назначение термобелья вот не далее как только вчера задавали мне вопрос женщина значит вот мой муж мерзнет дайте какой-нибудь термобелье ему подойдет ли это или нет чтобы он не мерзть у него было все комфортно заблуждение заблуждение номер один о том что человек который наденет на себя термобелье ему будет тепло он сможет спокойно пятой точкой и сесть на сугроб либо на мокрый там спень в холодную нулевую погоду там или еще что-то и будет чувствовать себя как дома в любимом кресле или на любимом диване нет ребята этого не произойдет как только вы усядетесь пятой точкой сугроб это вопрос очень короткого времени когда он станет холодно именно в эту точку на которой вы сидите тогда возникает еще один вопрос термобелье ты какой уж она на хрен термо если в нем вот так вот станет резко холодно хочу сразу вам объяснить ну на примере допустим каждый из нас нашем 21 веке уже имеет представление что такое автомобили многие из вас автомобилисты там или велосипедисты и тому подобное давайте представим так что у вас малого литража малой мощности двигатель в автомобиле вы купили на него хорошую резину поставили на колеса покрышки у вас от этого увеличится мощность двигателя нет но почему у вас не возникает вопроса что если вы поставите качественные покрышки то вас не увеличится мощность двигателя потому что вы разбираетесь в этом вопросе а почему вы думаете что вы наденете термобелье хорошего даже качества если вам будет холодно то виновата в этом термобелье нет все надо рассматривать в комплексе есть такое очень хорошее хорошее классное выражение пожалуйста запомните его запомните кому как аксиому тепло создает одежда в комплексе от термобелье создает в этом комплексе комфорт очень важное очень важное высказывание комфорт ну естественно комфорт который прежде всего акцентирован на тепле на терморегуляции так вот если у вас допустим вы надели хорошего качества термобелье и у вас дальше там к примеру свитер какой-нибудь шерстяной либо какая-то изделие из хлопка там сочетание плюс надели вы еще на себя куртку супер куртку какую-нибудь неоновая наподобие аля аляска которая в принципе вас закупорила и у вас и начинается запнутый цикл у вас не выходит наружу излишнее скажем так тепло и излишней концентрация влаги в виде пота которые накапливаются при движении естественно если у вас идет этот замкнутый цикл то что термобелье она должна каким-то образом решить проблемы куртки которые вас не пропускает воздух или скажем так у вас обувь в которой вас отваливаются ноги от холода от этого вас замерзнет спина у вас не укрытой не защищены ладони слабая одежда на голове тут вас мерзнет там мерзнет и обувь допустим промерзают ноги вас термобелье не создаст это самое комфорта поэтому запомните все должно соответствовать все должно быть гармонично поэтому термобелье относится к классификации одежды которая подразумевает слой слои слои бутерброда вот знаете как в питании в кулинарии допустим молочное вроде не сочетается с мясным да или рыба не сочетается с мясом по восприятию организма так говорят специалисты так вот и одежда она не всегда сочетается в этом бутерброде под названием слои между собой и это надо понимать не задавайте себе иллюзии если вы купите термобелье и вы на этом закроете проблему нет вы можете не закрыть и так мы понимаем что же такое термобелье теперь рассмотрим его назначение назначение термобелья прежде всего сушить кожу человек идет он потеет при потливости у нас естественно выделяется влага термобелье эту влагу подхватывает еще на уровне пара и на уровне пота и убирая с кожи транзитом выводит ее далее к следующему слою от следующего слоя к следующему и так до его величества окружающей среды на улицу термобелье она в отличие от хлопка и даже в отличие от той же шерсти мы еще к этому вопросу вернемся она не если выполнена из качественного материала обычно как правило стандарт делают термобелье и overwolf тоже она изготовлена это из-за полиэстра ну как правило это там 95 процентов там или 90 там кто кто сока полиэстра 2 идет эластан чтобы она была подвижная вот выполнена из правильного материала и как правило это синтетика почему потому что синтетика она не способна в себя накапливать впитывать влагу так как это делают натуральные волокна но в частности нашими всеми любимыми хлопок могу сразу сделать такую оговорочку если сделано качественно искусственная синтетическая одежда она по своему свойству гипоаллергена она не раздражает кожу она не приносит каких-то какого-то вреда и тому подобное поэтому вот это вот сложившиеся метода то что хлопок намного полезнее чем искусственный материал она ошибочно но не имеет под собой скажем так логики почему потому что я уже как-то рассказывал одних из обзорах мне приходилось быть на выставке и на этой выставке со мной поделились такой закрытой информации как создаются синтетические волокна из отходов прежде всего это в китае и на ощупь тактильно они очень высокого качества они прочные все остальное но у них есть один затык они небезопасны для нашей кожи вот создаются подложные документации и так далее так далее бизнесе из бизнес и из этого делаются материалы шьются даже неплохого качества получается очень высокая добавочная стоимость поэтому всегда надо быть очень избирательным относиться с уважением к тем производителям которые пытаются использовать качественный материал но таких производителей мы пытаем помогаем скажем так найти вот поехали дальше не накапливает в себе не концентрирует влагу идет транзит значит есть такое слово гигроскопичность если где-то ставлю неправильное удаление уважаемые филологи не судите меня строго если смысл понятен и уже будет классно так вот гигроскопичность это способность материал еще на уровне пара производить транзит забирать и производить транзит не напитывая себя как структуру не путайте пожалуйста с таким понятием как гидроскопичность гидроскопичность способность впитывать влагу игру и гидро гидровода вот потом какие еще у нас такие вот стандартные заблуждения и ошибки как помните в начале обзора я вам говорил что много очень особенно на выставках вы найдете упаковок красиво оформленных с названием термобелье это не потому что я что-то буду какую-то неправду говорить нос по часам это в преддверии вечера небольшое отступление сегодня у нас пам 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 о 16 февраля я очень люблю и болею за футбольный клуб барселона сегодня они играют с французами в лиге чемпионов пассажир я вот тру нос в преддверии вечера хорошего вечера футбольного возвращаемся к термобелью так вот красочные упаковки и я очень много беседовал с представителями производителей на этих выставках и понимаю так что у меня создалось такое впечатление что продавцу сладостей пришел спросить о скажем так топорах или ножах и мне говорят такую всякую чепуху но просто редкостную но упаковки все оформлены правильно и так понимаем что я уже сказал термобелье это прежде всего синтетика синтетика и синтетика выполнена сложно техническим способом определенного рода переплетение волокон это не просто что вы взяли просто кусок материала синтетическое все дальше производство вот именно данной структуры данного вот содержание материал переплетения волокон это у удорожает усложняет процесс производства из материала в данном случае полиэстера и вот это вот вся сложность она помогает этому материалу работать эффективно по назначению сушить нашу кожу отводить лишнюю влагу и не позволяет также это плетение когда у нас тепло наше пытается покинуть просторы нашего любимого тела становится небольшой такой барьер и термобелье выполняет функции терморегуляции то есть обязательно создается тепловая воздушная прослойка подогреваемые нашим телом и не расходуется как вот в дрявом ведре протекает вода термобелье ставит такую заслонку в том месте где она на нас надета это очень важно это именно структура сложно технически изготовленная структура материала помимо того что это синтетика так вот обращаю ваше внимание вы можете где-то найти флисовые изделия которые красиво упакованы и вам и говорят что это термобелье чтобы окончательно задурить вам голову вам говорят следующее что где-то там далеко в горах в неведомых странах под облаками поймали каких-то овец их постригли меринос там порода там или еще что то и вот как ценное руно как симбат мореход золотое руно нес доставили его на фабрику и вот из этого чудо материала чудо шерсти сделали вот это чудо-чудо термобелье небольшое отступление значит сейчас я знаю что есть люди которые скажут что шерсть это классный материал он прекрасно согревает там она достаточно сносно работает с влагой тому подобное я с вами соглашусь шерстяные носки свитера это все классно замечательно морозе греет все хорошо но у нас в речь задача сейчас определить подходит ли этот материал для термобелья помню что обещал говорить очень просто и понятно так вот вот это вот прекрасная хорошего качества шерсть она эти волокна переплетены и вот это вот влага пузырьки она в этих волокнах застревает и она застревает таким образом так красиво вот эта вся влага что когда вы тактильно чувствуете на себе вы не ощущаете того что у вас изделие мокрая потом с определенным временем если это все активно воздействует ну шерсть может показаться сыроватой такой на пятки если выкручивать ничего не будет но и сохнет она скажем так не сразу не быстро то есть иными словами шерсть она прекрасна она все замечательно но она не является таким уникальным транзитным материалом каким вот сделано вот это вот синтетика сложного плетения при всем уважении поэтому шерстяные вещи стоит и нужно применять и употреблять своей жизни в зависимости от ситуации но не путать это с термобельем такого эффекта от шерстяной вещи и особенно если еще шерсть плечена в синтетику но не будет иными словами можете приобрести хорошего качественную там кофту кальсоны какие-то еще что-то и вы оденете вам будет тепло комфортно все будет замечательно но не забывайте что вы не термобелье купили так можно купить хлопковые обыкновенные кальсоны надеть идти в холодный зимний вечер и вам тоже она будет согревать поверьте мне поэтому ну будем подходить разумно на всякий случай все-таки применять натуральные волокна и материалы в комбинации синтетикой можно и нужно но давайте все-таки термобелью пока оставим статус и приоритет это искусственное волокно по его назначению который я уже рисовал и так читая состав вы уже понимаете стоит или не стоит это брать и применять как термобелье если вы хотите купить просто утепляющий слой определенного рода да если вы хотите купить термобелье я бы воздержался это мое личное мнение никому и бы не навязывая потом далее существует естественно в этих всех вариациях слои первый второй слой сегодня мы рассмотрим второй слой варвольфовский пока длительное такое вот будет вступление от термобелья потом я расскажу непосредственно термобелье этого производителя так вот есть первый второй слой в армии сша в натовцы я видел это как бы вот воочию своими глазами они комбинируют допустим если очень холодно они надевают на себя первый слой и потом как бы надевают термобелье второго слоя наверх и очень хорошо я также сам и делал я брал демисезонный осенне-весенний костюм вот допустим торговая марка вербольф беркут там или а то есть вербольф или беркут и просто вот вам в большом движении надевал первый слой наверх этот же вербольфовский слой 2 и в движении чувствовался вот в крещенские этом морозы были все так давно их не было там где уже за 20 градусов было очень комфортно поверьте мне все было хорошо в полевых условиях я тестировал я буду вам сегодня просто рассказывать назначение технические моменты отвечают какие-то ваши вопросы но не показываю не демонстрирую что-то на себе далее по натуральным волокнам мы пробежались есть еще такое понятие исполнение как правило термобелье вот этот материал сложного технического плетения он исполняется швами наружу в большинстве случаев я не буду сейчас корчите себя какого-то знатока большого почему именно скажем так шов идет наружу но не знаю может быть потому что кажущийся нам основной материал вот эти вот тиснение и прочее она внутри и вот так выворачивать сшивают или еще какое-то можно найти объяснение подскажите но большинстве случаев это швы наружу видны такие швы и еще шов в данном случае и у компании вербольф тот же он выполнен прямой плоский назовем так плоский почему я хочу сделать акцент на плоском шве потому что плоский шов это не то что вот там сел человек и сделал плоский шов плоский шов подразумевает под собой наличие сложного дорогого оборудования не каждое оборудование швейные дыбы делать ну и скажем так если имеется такая возможность это все делать такой подход это показывает серьезность производителя то есть плоских качественный плоский шов наружу это наличие хорошего оборудования и показатель того что материал использовался верный правильное назначение что еще значит вот меня повеселило когда описание производитель его роль название нашел у них там есть несколько видов термобелья я не знаю основное не знаю пока говорю только про второй слой и про тот второй слой который они ну называют кубики я взял все все термобелье все то что хорошо держит вот такие вот как соты воздушную такую прослойку терморегуляции на выполнена в виде кубиков там тиснение там подобное вот она и вот они написали это кубики значит я посмотрел есть еще и не кубики но кубики или это не то что не кубики у этого производителя им можно ли это классифицировать как термобелье я пока не беру на себя такую ответственность я говорю за то что я вижу так вот в моих руках в моем тестировании происходить приходит проходить проходит экземпляр который в этого производителя маркируется как кубики второй слой кубики и все термобелье в принципе она имеет такое тиснение можно в шутку назвать кубики что еще значит понимаем швы понимаем материал понимаем состав материала ну немаловажную роль играет конечно сам производитель этому чтобы не ошибиться именно купить термобелье как термобелье так в термобелье в обязательном порядке присутствует эластичность данном случае как правило статистически это все 180 360 градусов или четыре стороны ну вот как пример допустим я вот беру вот она у меня так тянется так тянется то есть на четыре стороны 360 градусов очень важный момент при выборе термобелья при классификации во все проще это его назначение если вы там воюете ходите по городу там или еще что-то но сильно сильно мучиться в этом не надо берете стандартное термобелье первого второго слоя комбинируется и все прочее мы часто видим на фотографиях у производителей у нас кстати тоже изображено это это когда стоит манекен весь обтянутый такой хороший весь рельефный и народа возникает такое вот понимание что термобелье должно быть в обтяжку бойцы специалисты и все прочее я еще ни разу не видел что на них было всего обтяжку но если только взять на два размера меньше всегда существует какая-то воздушная прослойка будь то брючки кальсоны как их по-разному называют или кофта там всегда существует не пугайтесь если она у вас есть это правильно не будет скажем так очень критично или большая глобальная ошибка если вы вдруг купили или выбрали термобелье на меньшее несколько размеров и она у вас прямо так все вы только ускорить процесс его из ну износа она будет сидеть на вас щит на красиво но вы ускорить столько процесс его износа не более не менее на его характеристиках сильно не отразится но есть опять таки если сильно в натяжку не забывайте что это сложное плетение и она почему она 360 градусов вот так ходит потому что когда человек двигается она повторяет контуры тела если вы даете избыточное натяжение при выборе неправильного размера чтобы у нас в обтяжку что сидела то вы уже лишаетесь возможности себя какого-то определенного комфорта и термобелье находится всегда в таком натянутом состоянии что есть не совсем правильно для того чтобы она выполнила свое техническое назначение на котором бы уже сказано выше тогда возникает законный вопрос так таких термиков достаточно которые в обтяжку и все прочее совершенно верно это спортивное термобелье если вы приобретаете что-то для спорта для бега или еще что то то термобелье которое у вас будет надета кратковременно час-два максимум три допустим это компрессионные варианты термобелье а там термозоны такие специальные для потливости и все там вставляют эти ионовые серебряные нити и так далее но это все зависит от того какой у кого кошелек она такое маленькое и надевается вот так она растягивается компрессионное термобелье помогает сердечку скажем так более скажем так уверенно работать потому что компрессия которая складывается по телу по мышечной системе всей она как бы помогает вот сосудиком работать при активном движении но они пожалуйста не надевайте на себя компрессию я это проверял и подтверждает а когда вы уходите на сутки или на двое вопрос 7 8 часов это компрессия она вам наоборот начинает уже уничтожать вашу сердечно-сосудистую систему мышечная ткань не получает особенно у кожи в начале должного кровообращения это ухудшает терморегуляцию и так далее так далее поэтому правильно выбирайте назначение если вы для спорта это одно если для повседневной жизни там для игры в войну там прочее другое рыбалка вы не берите компрессию что касается рыбаков но тут как бы отдельная тоже немножко тема почему потому что есть такое понятие как одежда вот допустим power fliss там или еще что-то это когда особо высокой плотности флис то есть вы если надели второй слой термобелья вы не забывайте что у вас должен быть сверху там и так далее хороший утепляющий дополнительный слой с такой одежды которая проведет вам транзит если вы себя закупорили в глухой долбанный не он плохого исполнения вот но с утеплителем и взяли в руки бур просверлили три-четыре лунки с вас течет как мокрый как мышь становится чего думаете все на рыбалке люди не потеют ого-го или там бегают от ставки к ставке пройдет небольшое время и вам начнет быть холодно если вы себя закупорить и никакой термобелье не поможет поэтому назначение термобелья как правильно его выбрать я вам сказал и напоминаю тепло это создает одежда а термобелье комфорт вот это надо помнить раз и навсегда не ожидайте от термобелья какого-то волшебного свойства согревающего как от грелки это исключено как выбрать размер как оно должно сидеть я тоже постарался вам сказать и так уже много вас уже заговорил исполнение швов делал акцент на этом сложно техническое плетение состав там ну все вроде сказал такое простое основное теперь далее давайте мы с вами рассмотрим термобелье уже наконец-то второго слоя с формулировкой кубики торговой марки вербольф состоит конечно комплект из куртки или кофты и брюк но ничего такого ахова здесь нету я не буду разворачивать показывать еще раз все эти моменты скажу только вот основополагающие штуки которые я бы может быть добавил что-то бы изменил тому подобное итак смотрите начнем сверху это не то что что-то кто-то сэкономил или еще что-то мы видим что тут вот нету такого горловины под замок и ничего страшного и таких исполнений очень много допустим первый слой и второй слой исполняются в таком виде мы же привыкли видеть допустим ну вот натовскую военную форму термо термики все что на это когда вот так вот застегивается молния где она у меня здесь ну вот видим вот возьмем хеликоновскую как вы спрашивали закрыта горловина ну сейчас сразу предвидя ваш вопрос так это хорошо а это плохо да не ребята это как пиво на любителя кому как бывает это хорошо бывает это наоборот излишний воротничок а бывает кому-то вот это нормально абсолютно то есть когда вы используете там бафы платки какие-то или еще что-то то с такой горловиной намного комфортнее чем с такой но не критично можно и такая поэтому это скажем так на ваш выбор наличие или отсутствие горловины дальше что в ходе тестирования мне понравилось вот в этом термобелье горбольфовском я покажу вам потом сблизи сперва пока расскажу ходил я в полевые выходы понятно что на мне эти рюкзаки тяжелые портупея в ремне и постоянно я заправлял это в брюки и естественно было очень жесткое воздействие то есть внутренняя такое по поясу я обычно скажем так я проверял хеликоновское белье и это и мне было интересно насколько быстро она начнет махриться войдет в катышки именно в жесткой такой форме эксплуатации в такой жесткой покажу сблизи вы увидите этот износ и я могу сразу сказать что этот износ он в пределах нормы абсолютный в пределах нормы к чему я делаю акцент на этом потому что вот если вы покупаете термобелье и вот заправили походили и она у вас начинается значит вы купили не термобелье вы купили этикетку даже может быть похоже что-то сделано сложно техническое плетение и чтобы у вас это сложно техническое плетение соответствовало для этого мы и трудимся и работы дальше а у этого это я попутно вам рассказываю в чем разница по плотности по плотности тут указано что 200 по моему 20 грамм плотность материала этого что такое 220 грамм напоминаю на метр квадратный это если мы положим вот этот материал вырежем метр квадратный положим его на весы то он будет весить 220 грамм но это определяется так плотностью материалов а у хеликон текста этот материал не указан по плотности но если вот чисто вот так вот тактильно и на вес брать можем сказать что но примерно примерно можно ставить знак равенства хорошая плотность и там это это немаловажный показатель потом что еще хотелось бы отметить хотелось бы отметить следующее рукав ну понятно что тут манжетики есть как и в порядок но не то что манжеты потому что сам рукав тянется ну и материал тянется вместе с ним вшито тут на рукаве потом и сблизи покажу дополнительная эмблемка everwolf of sky это как защита качества но и тут термо есть наклейка тоже тоже покажу значит по рукаву вот рукав выполнен достаточно по длине я бы сказал с запасом то есть люди у которых рост нет метр восемьдесят восемь и больше но они не будут ходить такие вот подстреленные кодом учиться когда им не хватает длины рукава чтобы я вот здесь добавил конечно я добавил здесь если это второй слойный в принципе в первом так делают отверстие вот под палец потому что когда вы надели под палец отверстие вы потом можете это убрать и использовать другую одежду особенно ту одежду которая имеет флисовую структуру то вот этот материал но любой флис флисом вот все эти материалы они ну так вот не то что там как-то вот цепляются так и потом приходится поправлять эти манжеты либо зажимать их вот так вот ладонью стандартные вот почему бы не взять на вооружение это же не то что helicon текст придумал это натовская полностью скажем так вариация тут имеется вот под большой палец отверстие прошито плоским швом надели все втянулось все расправилась убрались все манжет готов думаю что может быть здесь над этой темой тоже подумать надо было бы не лишним это не архи как критично это просто такие плюшки которые дополнительно помогают изделию быть на высоте на высоте так по спинке спинка вот пишут производитель в описании что она удлинена да она действительно удлинена и длина этой спинки разница составляет сантиметр тоже сблизи покажу может быть меньше откровенно говоря я сделал бы конфигурацию спинки вот такой то есть я бы опустил чуть размер сделал бы вот такую вот часть и опустил бы и вот как в куртках патриот как во флисах сделать опустил бы чуть ниже потому что вот этот микросантиметр он ну не играет особо никакой роли просто пшик если только для того чтобы словесно написать что там спинка чуть опущена спинку надо опускать значительно ну скажем так ну сантиметров 5-10 по пояснице почему потому что когда мы наклоняемся прежде всего наклон у нас выходит одежда как бы мы не хотели какая понаподвижная не было вот из-под ремня там и все остальное если имеется какой-то запас просто склада остается мягкая складочка в районе поясницы но поясница остается закрытой это очень важно очень важно поэтому рекомендую в данном случае сделать чуть больше отступ здесь по спинке сейчас покажу вам сблизи что получилось с этой фактурой с этого материала при жестком использовании под ремень то есть я надевал под ремень то есть не то что вот я дел термик потом наверх надел еще что-то и термик только с телом и с одеждой нет я меня было так я проверял работу термобелья у меня был первый второй слой и под ремень я надел и вот он меня там на протяжении насколько в общей сложности может быть часов 80 там беспрерывного воздействия я остался довольным результатом из но вот это вот жесткого трения сейчас покажу посмотрите начинаю приближать и проведусь вот в этих вот местах вот вот здесь но вот поэтому всему контуру здесь как бы было ремень риме зона ремня надеюсь вам видно вот эти все что стало с материалом он в принципе сохранил свои свое назначение и абсолютно нормально все выглядит ну и так же вы видите эти кубики на серпах так это как бы структура материал потом вам покажу ее на просвет ну как и обещал вот смотрите это уже новое просто с вешалки снял вот термобелье хиликоновская потом ножка вот покажу чтобы вы ну подумали есть там разница глобальная или нет вот а это вот пожалуйста посмотрите но мы видим такую же клетку внутри немножко фактура по-другому я честно говоря надо было мне взять мой термик уже бы бывалый было бы интереснее вместе с новым способ сравнивать и если мы вывернем на изнаночку вот смотрим вот что здесь и допустим поворачиваем что здесь мы видим фактически структура одинаковая выполнение швов тоже практически все одинаково все нормально по плотности я вам говорю вот внутреннее содержимое шва не шва тоже не прошу прощения материала вот эти вот кубики это я еще раз сложно техническое исполнение полиэстро в чем это отличается термобелье от не термобелья причем бывает теснение и исполнения и плетения всегда отличается тиснение плетение тиснение плетение здесь плетение а давайте посмотрим на просвет Смотрим на просвет Как этот термик выглядит Просто я на свет направил Чтобы вы видели Вот в этих сотах Между ними, как в пчелином улье Сохраняется тепло А все, что тоненькая часть Туда максимально уходит Влага, пар Из-за этой штуки складывается стоимость Вот смотрите Вот термик хиликоновский На просвет Все то же самое Только неудобный угол У меня тут камера свалилась Но вы видите В принципе На свет вожу я Все Все то же самое Что такое плоский шов Ну вот, пожалуйста Вот вы видите Вот этот плоский шов Это исполнение Вот делает акцент Натуральное, не натуральное И швами обязательно Чтоб наружу выполнено Очень аккуратно Далее Термомаркировка Авервольф И как я вам говорил Сейчас покажу Вот на Левом рукаве Вшита еще одна Такая маркировочка Брюки Вот посмотрите Я вам говорил Что я брюки взял Ну, на размер больше Они мне просторные По росту По росту Ну, они идут так вот Грубо говоря Абсолютно с ростовкой Если у вас стандартный рост Даже может быть Немножечко Будут Большеватые Хотя То есть Если у вас Высокий рост Ну Будет Если чуть выше Щиколотки Пугаться не надо Но У производителя Авервольф В отличии От Допустим Того же Хеликон Текс Ну Насколько мне известно Может что-то изменилось Прошу прощения Но У них есть Авервольф Рост Ростовка У них есть Рост стандартный Есть рост лонг Я сейчас буквально Вот Даже вот сейчас Уточню Есть ли у Хеликон Текс К примеру Такая же Вариация Работы по росту Брюки Стандартные Брюки Ну Брюки Кальсоны Как угодно А сейчас Я вам покажу Чтобы я В этих брюках Немножко бы Доработал В этих брюках Вот смотрите Гульфик Да Вот он Ну Место Грубо говоря Где должна быть Ширинка Во многих Исполнениях По термобелью Имеется здесь Та же Ширинка Ну Насколько Это нужно Не нужно Объясню Сказать Что нужно Почему Смотрите Если у вас Заправлен Комплект Термобелья И Понятно Что не Летом На прогулке Вы его носите Вам необходимо Сходить в туалет Вы сходили В туалет И Сама по себе Когда на вас Надеты Одни штаны Другие Одна одежда Другая одежда Вы все это Дело Разворачиваете Потом опять Вам это надо Заправить И тому подобное Ну При длительном Нахождении На холоде В движении Это ну не совсем Правильный Калинкор Не критично Как я говорю Но Неправильно На мой взгляд Поэтому Следует Если Посмотреть На тот же Вот Компанию Хиликонтекс Мы с вами Видим Вот Пожалуйста Его Величество Гульфик Тут Специальный Вот Материал Сделан Грубо говоря Как там Говорят Внахлёст Вот так Вот Все Сделано Это Не Ноу-хау Хиликона Это Выпускает Много Кто Так Ну Вот Рекомендую Обратить На это Внимание Лишним Абсолютно Не будет Это Как вам Сказать Не значит Что вот Я сейчас Показываю Ай-яй-яй-яй Какой Хиликон Хороший А какой Вот Верволь Нет Ширинки Ребята Ну Я же знаю Что вы У меня Аудитория Адекватная Поэтому И Адекватно На все Реагируете Я Скажем так Не умер Не замерз Ничего Со мной Критического Не случилось Но просто Это элементы Микрокомфорта Только и всего Вот Как Оформлена Сама Упаковка Правда Тут Позиционируется 30 градусов Мороза Но я вам Объяснил Что термобелье Это комфорт А тепло Это одежда Запомните Это выражение Вы видите Вот все Тут Значки Практически Все тут Соответствует Действительности В чем И мы И Удостоверились По уходу Обратите внимание Я вам Сейчас расскажу Как я вообще В принципе Ухаживаю Можно Я это Никакой Химчистки Никакой Барабанной Сушки Там Отжимов Тому подобное Но я вообще Просто делаю Честно говоря Я и в стиральной машине С мягким Нежестким Отжимом Все это дело Стираю Ничего с ними Не случается Но с термобельем Надо быть Аккуратным Прежде всего Аккуратно Это с моющими Средствами Жидкое Моющее Средство Без фанатизма Без ничего Желательно Не сильно Не крутить Ничего Ну и Остальное Все будет Хорошо И никакой Хлорки Ничего Все должно Быть А еще Оптимальный Вариант Лучше всего Вручную Постирать Без отжима Там Чуть-чуть Отжать Руками Ладонями И повесить Чтобы оно Высохло Будем Подводить Итог Я Как обычно Долго Может быть Нудно Размыто Разговаривал Но знаете Все то Что я Вот сказал Чисто Технически Если составить Сценарий Написать Прописать Наверное Может быть Минут за 10 Максимум 15 Можно с показом Все сделать А не за 30-40 Но мне кажется В этом бы не было бы Души Не было бы Вот такого Может быть Ну Относительно Живого Общения Все то Что Я вам рассказываю Я рассказываю На основе практики На основе практики И реального Тестирования Поэтому Рекомендуем вам На сегодняшний день Второй слой С аббревиатурой Кубики За остальные Пока не знаю Термобелье Торговой марки Вервольф Абсолютно нормально Можно его эксплуатировать Оно ничуть не хуже Компании Хиликонтекс Разница В чем составляет Я вам показал Конструктивные Скажем так Моменты Просто там соответствуют Больше По модели Натовской Изделию Но Насколько Вот те моменты Критичные Там наличие Под пальцы Там воротник Который Застегивается С горлышком Наличие Гульфика В брюках Или в кальсонах Как там правильно Сказать Не знаю Это уже дело Такое Дело вкуса Ну кстати И по стоимости По стоимости Сейчас я вам могу Сказать Ай-ой-ой-ой Вечно эти Выживем в мир Валют 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 Ну в белорусских Рублях Где-то На сегодняшний день На 15-16 января 2021 года Это в районе 100 рублей Ну Не знаю Наверное Там 40 где-то Долларов Будет стоить В уголовных Единицах Как мы знакомы Шутят Есть очень важный Момент Я очень вам Желаю Будут Может быть Какие-то вопросы Я упустил Мне задавать Я очень вам Искренне желаю Где бы вы ни находились В какой точке Мира Если вы Чтобы вы покупали Качественный товар Проверенный Чтобы вам Не дурили голову И не продавали Какую-то Флисовую кофту За очень дорого Со штанами И говорили Что это термобелье Там Или какой-то Свитер Или еще что-то Будьте грамотными Покупателями Мы желаем Чтобы вы Сэкономили Деньги И получили Удовольствие От понимания Того Для чего Предназначено Термобелье Еще раз Значит Всем желаю Удачи Всем желаю Правильных покупок Рекомендую По этому виду Товара Который мы протестировали Торговую марку Вер Вольф Покупать смело Ну то Что мы Тестируем Как бы Будут какие-то Замечания Вопросы К производителю Не стесняйтесь Задавайте Вот И что еще Хотел сказать То что Произносил Уже по-моему Несколько раз Тепло Создает одежда А термобелье Комфорт Всем вам удачи Хорошего Активного отдыха Не забывайте Нас Всего вам доброго